КОРПОРАТИВНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПО ХИМИЧЕСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ НИОСТ Раньше других познакомился с плюсами работы в особой экономической зоне. В апреле 2006-го дочернее предприятие холдинга «Сибур» стало первым резидентом Томской ОЭЗ. В течение пяти лет мы не платим налоги на имущество, десять лет не платим транспортные налоги. Но самое главное, что нам дало резидентство в свободной экономической зоне, это полное освобождение от таможенных платежей. В НИОСТ было вложено порядка 1,3 миллиарда рублей и закуплено оборудование, наверное, на сумму чуть меньше 1 миллиарда рублей. Только льготы на таможенных платежах дали нам экономию порядка 360 миллионов рублей. Миссия НИОСТ – искать и находить новые технологические решения. Для того, чтобы каждое из трех десятков предприятий крупнейшего в стране нефтехимического холдинга могло выпускать конкурентноспособную на мировом рынке продукцию. Поиск и создание ноу-хау в производстве полимерных материалов проходит все стадии. Начиная от экспериментов в пробирке синтез-вещества с заданными свойствами, заканчивая выпуском пробных партий готового сырья для испытаний у потенциальных потребителей и сбора отзывов. Допустим, новый композиционный материал разрабатывается. Как оценить его свойства? Мы проводим испытания этого материала, говорим, да, вот действительно, вот этот материал, который получен, у него повышенная ударная прочность, соответственно, можно его использовать в бамперной промышленности. Каучук для шин с улучшенным сцеплением со скользкой дорогой. Полиолефиновые материалы для прочной, экономичной и экологически чистой упаковки продуктов и товаров. Чтобы создавать новые и обновленные полимеры, пластики, композиционные материалы, НИОСТу необходимо не только сырье, но и возможность оперативно испытывать свои разработки. Поэтому лучшие площадки, чем рядом с производством, в данном случае Томскнефтехимом, для научно-исследовательской организации и придумать было нельзя. Впрочем, для размещения в Томске у дочки Сибура был еще один веский аргумент – кадровый. Принято считать, что в Томске каждый пятый-шестой житель Томска – это студент. И поэтому, когда принималось решение о локализации НИОСТа в Томске, мы подумали о том, что эти вузы, они в состоянии предоставить те кадры, которые необходимы для того, чтобы РНД-центр функционировал на полную мощность.